всем привет я приехал домой и вот что обнаружила у меня мой цветок наклонился я искала долго ответ на этот вопрос что с ним произошло в интернете я нашла информацию о том что когда у растения недостаток солнечного света он начинает наклоняться и светлеть начинают листья и я не совсем понимаю какой у него тут недостаток света потому что у меня здесь окно сюда попадает свет солнца скорее всего ему недостаточно света и там совет написано о том что его можно обрезать верхушку вот эту и он продолжит расти как ни в чем не бывало потому что здесь листья темное в основании здесь уже вот этот росток пошел светлый но дальше люди пишут что если обрезать то все равно ситуация может повториться и вот я не знаю что мне делать отрезать или так уже оставить кто-то пишет что так можно оставить и он будет расти каким-то другим образом он тут еще сбоку пустил ростки а с кактусом вроде все ок начала читать вот такую книгу николя бару однажды вечером в париже я уже рассказывала про кафе маленький чудес этого автора в восторге я была мне очень понравилась книжка это и увидела буквоет мы ходили там были две книги про париж я выбрала вот эту из-за обложки и сюжет здесь более так закручен потому что та книжка она хоть и милая романтическая другая да но там сначала до конца никакой интриги почти нет а здесь прям вот он познакомился с девушкой в кинотеатре и дальше она куда-то исчезает и вот всю книгу он пытается ее найти вот как дочитаю сниму обзор возможно не ой знаете что произошло пока я снимала видео я занимался своими делами я так увлеклась что я забыла о том что я накрасила брови черной краской и ее надо оставлять на 15 минут она у меня там не знаю дай бог 40 минут на она была если не больше но у меня спасло то что я мало краски нанесла я так испугалась я думаю что у меня сейчас реально брови будут как я не знаю чернющие в общем все не так плохо но я растяпа просто вот я когда чем-то влечена и могу забыть про все на свете это это ужас просто какой недостаток вот хочу показать что я купила лосьон спрей для тела иван сенсис сенсис блин как там правильно короче очень вы поняли с ароматом персика и орхидеи очень такой приятный запах но он долго не держится так узнать освежаться я попробовал в прошлом году первый раз когда на дачу поехала у сестры был я прям очень понравилось мне теперь обшикаюсь периодически лазила в интернете смотрела разные курсы какие есть нашла сайт профессиональный какой-то институт профессионального образования тут есть курс теперь подготовки и вот бесплатный курс психология стресс и стресс-менеджмент я записала сейчас буду их не материал смотреть потом нужно будет взять зачет и они будут мне сертификаты не знаю что какой там уровень информации но курсов у них очень много разных в том числе платных но они предназначены для людей у которых есть уже в этой сфере там среднее или высшее образование меня проснулось какое-то стремление к обучению как его применить я не знаю пока что тут конкретный материал о том как преодолеть стресс на своей работе потому что большинство людей отмечают что 70 процентов стресса которые они получают жизни это он связан с их ней работой так или иначе и вот здесь вот советы что нужно разработать систему приоритета своей работе научиться говорить нет только после этого браться за большие объемы наладить эффективные отношения с начальником не соглашаться с кем-либо кто начинает выставлять противоречивые требования вот найти время чтобы подключиться отдохнуть это конечно очень интересно да когда на работе еще требует постоянно чтобы ты пахал и не отвлекался и не бегал курить и так далее забавно это презентация введение собственно говоря в саму саму лекцию человек страдает не столько от того что происходит сколько от того как он оценивает происходящее такая оценка полностью зависит от самого человека чем менее трагично воспринимая стрессовые ситуации тем менее разрушительное действие окажет стресс вот у меня тут грязь какая-то все вытерла в общем это про меня я воспринимаю эту жизнь очень драматично профилактика стресса и выгорания не относиться к себе как жертве обстоятельств вырабатывать жизнерадостное умное настроение положительное отношение к окружающему миру и принятие ситуации какой бы она ни была не откладывайте на долго важные дела ибо стресс незавершенного тела будет истощать ваши ресурсы я постоянно все нафиг откладываю на последний момент потом бегаю как сумасшедший формировать философское отношение к жизни и социума я не принимаю общество в котором живу однако не воюю с ним а учусь реализовывать свои жизненные программы и потенциалов тех условиях которых я живу и которые не могу изменить вот я недавно кстати уже начало над этим думать то что как-то нужно адаптироваться проявляйте заботу о своем настроении положительном жизненном настрое овладевайте навыками самовнушения радости дня и радости выполняемой работы этот менять и муж сказал недавно он говорит ты встаешь каждое утро уже с плохим настроением тебя неприятно смотреть он не говорит он каждое утро стоит он год я сам себе внутри себя говорю сегодня будет отличный день я совсем справлюсь сегодня будет все прекрасно так